Лучшим решением для проблем с тазобедренным суставом при деформациях для молодых и активных пациентов на сегодняшний день является поверхностный эндопротез или resurfacing, как он называется по-английски. Это когда не меняется сустав полностью, как в стандартной ситуации делается остеотомия шейки бедренной кости, и вся головка вынимается, а затем внутрь бедренной кости канала вставляется подобная конструкция. Это ножка тазобедренного сустава. Более современным решением для молодых, крупных и активных людей, которые хотят продолжать заниматься спортом и жить полноценной и активной жизнью, является вот такой поверхностный эндопротез. Когда просто головка тазобедренной кости, она специальным образом фрезеруется, подготавливается, и потом головка остается своя собственная, и потом на нее просто одевается такая металлическая шапочка и фиксируется специальным костным цементом. Тазовая часть тазобедренного сустава подготавливается стандартным способом, то есть фрезеруется ямка, и в нее бесцементным способом заклинивается уже вот этот вот тазовый компонент. И таким образом мы получаем сустав, где и происходит движение. Какие преимущества перед стандартным тазобедренным суставом имеет данная конструкция? У человека практически минимально меняется его нормальная анатомия, то есть то, что мы имели до операции, отношение костей относительно друг друга, натяжение мышцы и так далее, остается, собственно, такое же, как у человека было до этого. Именно по этой причине очень многие пациенты после такой операции практически порой не могут сказать, какой сустав у них прооперирован, то есть они свою ногу ощущают как нормальную. Конечно, существуют определенные ограничения, примерно полгода, иногда до года нельзя бегать и прыгать в самом начале, но потом можно вести очень полноценный образ жизни, и многие этого образа жизни и придерживаются, и достаточно серьезных результатов добиваются, скажем, в любительском спорте. Почему первые эти ограничения после операции существуют? То есть примерно до полугода нельзя давать очень большую такую ударную физическую нагрузку, то есть нельзя бегать и прыгать, можно ездить на велотренажере, плавать и так далее, потому что при подготовке вот этой вот поверхности, да, немножко все-таки ослабляется шейка бедренной кости, и для того, чтобы не было таких осложнений, как перелом шейки бедренной кости, для этого человек должен соблюдать определенный щадящий режим для ноги после операции. Продолжение следует...